Всем привет, это UwebDesign. Сегодняшнее видео будет про WordPress Customizer. Это такой очень занятный API, который доступен, по-моему, с версии 3.4, боящийся ошибиться. У нас на канале, на самом деле, много других видео про WordPress, обязательно их посмотрите. И давайте, прежде чем смотреть практически, что это и как, посмотрим на терминологию. То есть, вот, будем использовать переменную для работы WP Customizer. То есть, на самом деле, это всего лишь экземпляр класса WP Customize Manager. Можете посмотреть в кодексе, где угодно, в Code Reference, как он там задается и так далее, но от него все наследуется и в него все расширяется. При работе с WordPress Customizer нам нужно понимать 4 простых понятия. Первое – это Setting, то есть сама настройка, которую можно добавлять с помощью метода ADDSetting и получать с помощью метода GetSetting. У вот таких вещей, как сеттинги, есть свойства вложенные. То есть, там мы потом посмотрим, с ними как с PHP объектами будем работать. Есть такое свойство, как Control. То есть, возвращаясь назад, Setting – это то, что хранится непосредственно в базе данных. То есть, та настройка, к которой мы будем обращаться. Control – это физический HTML элемент, который будет контролировать эту настройку. То есть, или input какой-нибудь текстовый, или color picker. У WordPress есть несколько стандартных таких контролов, которые мы можем использовать. Точно так же с помощью ADDControl, GetControl, с помощью этих методов можем с ними работать. Section – это секция из, ну, несколько контролов можно в одну секцию убирать, потом на практике я вам покажу, что такое Section, и что такое Control, и так далее. Но с ними работать точно так же с помощью методов ADDSection, GetSection. То есть, здесь все примерно просто. У каждого из этих объектов есть куча свойств. То есть, там, от заголовка описания до непосредственно у контролов, там, какой тип и так далее. Panel – это возможность объединять Section в несколько. То есть, их нельзя вкладывать друг в друга. То есть, Panel – это самый верхний уровень организации вот этого всего. Panel в Panel положить нельзя. Работать так же ADD Panel, GetPanel. То есть, ну, давайте посмотрим, как это выглядит обычно у нас у всех. То есть, вот у меня здесь типа чистый WordPress, здесь тема 2015. И как выглядит кастомайзер. Можно вот здесь вот настроить, выбрать, и да. Вот это секшены. То есть, название и описание сайта – это секшен, в котором есть несколько контролов. То есть, название сайта, вот этот текстовый контрол, вот этот контрол для… Ну, то есть, это для названия. Мы можем его менять, оно прямо на глазах меняется. Можем менять описание. Оно тоже меняется прямо на глазах. Не нужно перезагружать страницу. То есть, если я, например, удалю отсюда вот этот текст, для того, чтобы убедиться, что страница не перезагружается. Мы здесь дополняем это все описание. Заголовок не появляется. Можно точно так же скрывать и заголовок и описание, но для этого, как вы могли заметить, понадобится перезагрузка. То есть, обратите на это внимание, вот здесь три контрола, соответственно, три сеттинга. И каждый сеттинг, его можно изменять либо вот так, ну, как бы сказать, в живом режиме, либо с помощью перезагрузки страниц. За это будет отвечать, на самом деле, параметр транспорт. У него два значения. Рефреш, который по дефолту, то есть вот так вот с перезагрузочкой. И постмесседж, когда меняется все на ходу. То есть, вот, да, вот это на ходу меняется. На самом деле, WordPress Customizer, это не просто WordPress, а это Backbone приложение, здесь работающее полностью на JavaScript. И с помощью WP REST API запрашивающее всякие настройки из базы и обновляю здесь эту информацию. То есть, это такой достаточно новый и хай-тек кусок кода в WordPress, хотя, казалось бы, никто и не ожидал. Есть и другие типы контролов, то есть, вот это Color Picker, это Select, это тут у каждого можно, кроме заголовка, еще описание написать. Это мы все посмотрим, как делать. И кроме тех вот уже определений, которые мы поняли, типа Section, это вот это выпадающее все меню. Control, это вот этот Input. И Setting, это то, что лежит в базе данных. То есть, в данном случае, это будет, ну, как бы, он как-то там дефолтный, этот Side Title, или как-то так называется, дефолтный сеттинг, и его значение в WordPress там 4.1. Есть еще Panels, и вот виджеты, это, например, единственный дефолтный Panel. То есть, вот, когда переходит на другую, так скажем, страницу с секшенами, то вот это Panel. Их можно использовать для организации. То есть, ну, мы сейчас смотрим на такой тестовый проект, точнее, ну, не на тестовый, а то, чем мы все привыкли видеть здесь. Давайте посмотрим, кстати, да, посмотрим, как с этим можно работать уже в более реальных проектах. Я уже вот это вот показывал, недоразумение, поэтому посмотрим Customize. Как вы видите, здесь у меня уже все перетасовано по пенелу, то есть, я немножечко реорганизовал Customizer. Давайте смотреть, как я это сделал. Так, редактор. Я по-прежнему не поставил ту программу, которую вы мне посоветовали для того, чтобы организовывать окна, поэтому не серчайте. В общем, здесь код, который я использую. Вот этот Samovar Upload Logo PHP, это отдельный файл, который я использую для добавления вот этого вот Upload Header Logo, который вы здесь видите. Это не используется не стандартный Header Image, а именно Upload Header Logo. Для большинства вещей, которые вы здесь видите, нужно, ну не для большинства, а для некоторых, нужно добавить поддержку в теме, то есть, ADD Theme Support. Сейчас, дай бог памяти вспомнить, где это все делается в моем случае. В моем случае это делается здесь. ADD Theme Support, и вот в моем случае Post Formats я здесь добавляю. Но точно так же Custom Background, Custom Header можно добавлять и так далее. В зависимости от того, что вы хотите, в Genesis, который я использую для разработки, Custom Background уже добавлен по дефолту. Это вот такой большой секшен, который подразумевает и цвет бэкграунда, и имидж. Все работает по умолчанию и в прямом эфире. То есть, если я сейчас, опять же, удалю вот этот заголовок, вот его нету, то цвет должен обновляться, да, в прямом режиме, не возвращая заголовок. Ну ладно, это вы уже все знаете, все видели. Давайте посмотрим, как же это реорганизовать. Вот я добавил Custom панели, это D-Panel. Вы можете посмотреть в кодексе кучу дефолтных свойств, которые здесь есть. Здесь есть несколько панелов, я добавил несколько параметров, да. Priority, например, это то, в каком порядке они будут отображаться друг под другом. Как его можно активировать, как Theme Supports, то есть, это необязательный параметр, Title, который будет и Description. То есть, вы здесь видите General Settings controls the basic settings for website. Вот оно, General Settings, вот можно Description здесь и развернуть. Вы редко кто разворачивает, но это можно сделать. То есть, вы здесь видите, после того, как эти панелы уже добавлены в объект WP Customize, мы можем добавлять в них секшены. То есть, GetSectionTitleTagLine, это тот секшен, который дефолтно у нас есть. И мы можем, во-первых, сменить его Title, то есть, они по умолчанию называются даже по-другому. Сменить лейблы у тех контролов, которые находятся внутри этого секшена. То есть, вот я здесь многие сменил. Просто для того, чтобы, ну, для вашей темы, если вам это как-то поможет, можно сменить. И параметр Section, который у них есть, свойства, оно отвечает, в него передаем ID-шник того секшена, в который нужно переместить этот контрол. То есть, если, да, вот этот controls background color, он по умолчанию не находится в секшене background image, а находится в секшене colors, насколько я помню. Сейчас давайте я перезагружу здесь и посмотрим, как это будет. Background Styles, background image, видите, здесь цвета нет. Он по умолчанию в секшене colors находится, который даже ни в какой панел не перенесен. Но это не совсем правильно в данной ситуации, поэтому можно смотреть вот так. То есть, с перемещением, я думаю, все понятно. Как я уже говорил, стандартные методы getSection или control смотрите в кодексе, какие у него есть параметры, и меняете их. Можно, кстати, сделать, например, вот так. Какая там дефолтная функция, vardump. И, например, переменную vp-customize просто вывести. Здесь, на самом деле, сейчас будет мясо тупое. Вот оно. В хроме, по-моему, более или менее понятно это все выводится. То есть, это объект PHP-шный. Ну, тут, да, конечно, беда не очень понятна. Как бы то ни было, вы поняли. Заходите в кодекс, и можно посмотреть, как к этому обращаться, и в PHP точно так же и работать. Может быть, нужно это дампнуть в элемент pre, например. Суть ясна. После того, как вы их переместили, некоторые можно убрать. Я, например, убрал некоторые дефолтные, дженезисовские. С помощью remove section точно так же можно ремовнуть какой-нибудь, наверняка, control и панел. Кроме того, что можно просто это менять. То есть, у меня здесь вот этот блок называется Customize the Customizer. Можно добавлять что-нибудь свое. То есть, вот я добавил section самовар-тест-метасекшен. Нужно это все вешать на Action Customize Register. То есть, тот коллбек, который будет работать с переменной WP Customize, ее можно передавать, кстати, вот здесь вот так в скобках, или как global объявлять, абсолютно неважно. Она в WordPress есть, если мы ее передаем там, то там, если нет, то в global. Так вот, вешаем на Action Customize Register. Можно приорити менять. То есть, я менял здесь приоритет для того, чтобы здесь на 20, чтобы дженезисовские секшены уже были определены. Я их мог после этого поменять. А здесь 21, просто чтобы вот эта функция экзекьютилась после той, и можно было... Можно было... Так, нет, тут ось хочет обновиться, я ее пытаюсь остановить. Можно было этот секшен не перемещать куда-то в другое место, он бы был просто сразу ниже, чем те, которые я определю здесь. Так вот, Test Meta Information, у него есть title, Default Priority, Default Description, то есть, если вы его здесь видите, вот он, Test Meta Information, вот его Description, и здесь я добавил всего лишь один control. Я добавил... Да, сеттинг, самовар, Test Meta и control, VP Customize Control. Если добавлять такой, то по дефолту он будет текстовый. То есть, здесь в Array можно Type добавлять отдельный, там, какой-нибудь радио или что-то еще. То есть, это... Опять же, на кодексе можно посмотреть. Label an actual text, Section, Самовар, Test Meta Section. То есть, да, в тот секшен, который я здесь добавил, можно этот control сразу же и поместить, и к какому сеттингу он относится. То есть, вот к этому. После того, как мы определили это в Customizer, нам нужно как-то использовать то значение, которое в этот input помещено. Я добавил с помощью Hook Genesis Before Loop небольшой div прямо сразу под хлебными крошками. То есть, если я здесь напишу какую-нибудь информацию, Test Information, то у меня после обновления появляется вот этот div, и в него падает эта информация с помощью функции Get Theme Mode. То есть, по умолчанию, если мы ничего не изменили, вот эти все сеттинги будут падать в Theme Modifications, можно с помощью Get Theme Mod обратиться по айдишнику и вывести как угодно. Вот в данном случае я просто его эхнул в этот div. Я сделал класс breadcrumb, просто чтобы в CSS не переделывать стиль вот этого вот блока, хотя это даже стилями сложно назвать, но тем не менее. То есть, после того, как я здесь меняю, он после перезагрузки обновляет это. Вы можете видеть перезагрузку по вот этим прыгающим изображениям, которые... ну, у меня вертикальный ритм там динамически с помощью JavaScript меняется. После того, как вы... если вы хотите сделать Transport Post Message, то о чем я говорю, чтобы в прямом эфире все менялось, как в теме 2015, можно это раскомментировать, но для этого нам нужно на Action Customize Preview Init, то есть, помните, здесь Customize Register, то, что мы будем работать с самим кастомайзером. И если мы хотим включить скрипт, то на Action Customize Preview Init мы вешиваем какой-нибудь callback. В нем вот я просто nqeoe, nqe, скрипт, вот он мне написал, самовар кастомайзер min, для него нужен jquery и кастомайзер превью. Вот такой вот раз-два-три небольшой скрипт. Поскольку это backbone приложение, я точно всей там кухни не знаю, но, короче говоря, когда мы на той странице находимся, у нас есть объект VP, не объект, прототип, это же JavaScript. Ну, короче говоря, да, у нас есть VP, у него есть метод кастомайзер. Мы можем передавать ID-шник, вот сюда в value, этот ID-шник сюда тащить. Если он у нас существует, то, да, не существует, мы вообще этот div скрываем. Если существует, то мы div показываем, и в текст вкидываем значение как раз нашей функции. Давайте посмотрим, работает она в прямом режиме или нет. Я сейчас перезагружу с подключенным уже, с подключенным скриптом. Уберу вот этот вот заголовок и добавим какой-нибудь текст. Так. Возможно, не работает, потому что jQuery не подключен был. Такое бывает. Так, тест. Или нужно сначала сделать этот... Вот так вот, так и пишу видео в прямом эфире. Да, из-за того, что у нас по дефолту скрыт этот кусок, этот div, то есть вот в PHP, он его не рендерит. И пока у нас его нет, jQuery не может в нем динамически менять. Это одна из тех причин... Давайте предваримся, что я специально так и хотел сделать. Это одна из тех причин, по которой не нужно использовать протокол транспорта PostMessage везде. Потому что для некоторых свойств того самого блока, который мы будем динамически изменить, еще не будет существовать. Или он не обязательно будет существовать, поэтому значение не будет меняться вообще никак. Поэтому если у нас в этом сеттинге ничего не хранится, то будет проблема. То есть вот давайте сейчас заново. Он у нас хранится в базе данных. Я сотру этот заголовок. И после этого начну менять. Test Information. Оно прямо на глазах пишется, и заголовок не появляется. То есть наш протокол PostMessage работает, но вот у него есть такие стороны. То есть нужно помнить об этом. Давайте посмотрим еще один пример. Вот этот я сейчас написал перед видосом. То, что вот ADD, сам тест, мета, интеркастомайзер. А до этого у меня был написан вот этот, про upload logo. Я специально не использовал Custom Header. И если тема поддерживает Custom Header, то я просто делаю return, потому что там в Genesis есть дефолтная функция, которую Custom Header кидает в логотип. Но если у нас этого нет, то продолжаем работать дальше. То есть добавляем секцию самовар logo section. Upload Header Logo, upload your logo to the header of the site. Добавляем сеттинг, к нему добавляем control. Внимание, используем класс не WP Customize Control, который у нас был здесь, а WP Customize Image Control. Это класс, который расширяет тот самый класс. WP Customize Control с помощью нескольких других функций. Но по факту мы здесь ему точно так же даем label section и settings. Если у нас есть такая настройка, то мы рендерим вот такой вот div-site logo. Я это вешаю на hook Genesis Site Title. То есть там это все достаточно понятно. То есть вот он у нас, этот логотип. Мы можем его динамически здесь менять. Я эту секцию поместил в theme settings. То есть remove. Здесь он, естественно, после перезагрузки делается, потому что, ну, по той же самой причине, у меня вот этот div-site logo не рендерится вообще, если его, если вот этой настройки нет. Поэтому я могу какую-нибудь любую другую штуку туда закинуть. Я не знаю, какая-то длинненькая. Например, вот эта. Choose Image. И вот он здесь появился сразу же. Save Publish. То есть вот то же самое можно работать с image контроллерами. Не только текстовыми. Их там есть великое множество. На самом деле, многие премиум-темы, у нас, кстати, на канале есть обзор премиум-темы One, которая как раз так и делает, используют кастомайзер для большого количества настроек. То есть изменить шрифт у какого-нибудь блока. То есть там шрифт заголовков. И повесить изменение шрифта всех заголовков там, ну, на заголовке, как вы могли догадаться. Ну, я считаю, это бред. Ну, то есть это реально много сейчас используется. Но мне кажется, что не нужно все тащить в кастомайзер. Кто-то, например, custom CSS тащит в кастомайзер именно сюда. Ну, то есть есть у нас темка. Мы хотим дописать к ней какой-то CSS, не заходя в редактор там и так далее. Мы берем там типа и пишем его в кастомайзере, в текст арии, и потом по сохранению он применяется. Это, конечно, может быть и здорово, но мне почему-то кажется, что такие вещи, как custom CSS, нужно просто писать, например, здесь. То есть вот давайте попробуем на примере вот этого посмотреть. То есть просто достаточно здесь в настройках темы изменить. Мне так более интуитивно понятно, и здесь меняется все. Может быть, кому-то больше понятно, когда это сделано. Ну, тут у меня красный со ссылками, можно спутать. Ну, я это просто так. Ну, ладно, я сделаю green, даже dark green. Есть, по-моему, такой CSS цвет. Да, dark green. Ну, короче, вы поняли. Мне такие интуитивные настройки где-то в настройках темы больше понятны, чем в кастомайзере. Ну, может быть, для каких-то вот таких небольших вещей, типа там заголовок, сменить цвет, да, окей. Но для каких-то вещей, как custom CSS, мне кажется, вряд ли. Пишите в комментариях, для чего вы бы использовали WordPress Customizer, и о чем я здесь забыл упомянуть, но, по-моему, обо всем сказал, о чем можно бы. Это достаточно новый API, ну, вы видите, он богато сделан. То есть там целое Backbone приложение и уже упомянутый REST API, про который мы много говорим в подкастах. Кстати, послушайте, о чем мы там говорим в подкастах про этот REST API. Да, за этим, наверное, будущее WordPress, но я бы очень не хотел, чтобы вы злоупотребляли этим кастомайзером. Да, еще раз говорю, пишите в комментарии свои идеи, подписывайтесь на нас в Твиттере, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Ставьте нам рейтинги на iTunes в подкастах. И всем удачного дня, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова